А спонсором этого выпуска является сервис по подбору новых автомобилей автоспот.ру Фишка этого сервиса заключается в том, что у каждого дилера, который пытается продать вам машину, есть свой рейтинг Если дилер косячит, он из этого рейтинга выбывает автоматически Но самое прикольное это то, что дилеры предлагают вам цену, то есть торгуются за вас, чтобы вы купили автомобиль на наиболее выгодных условиях Да, мои господа, если бы не этот корч, я бы обратился к автоспот.ру Все ссылочки в описании Здравствуйте, дорогие дамы и господа Вы на второй серии нашего прекрасного проекта под названием Черностой И как вы знаете, в прошлой, а точнее в первой серии нашего маленького проекта произошло нечто очень странное Как вы понимаете, я не любитель мотора первого гоночного мотора Один гы, один гы-гы-гы И возможно, мы вот просто снимали очень много всяческих разных тест-драйвов с этим мотором И я всегда на нем нелестно отзывался Один гэ-фе Один гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-бр У него самый проклятый мотор, который называется 1-гы-фе-бимс Он может делать гы-гы-гы-гы-бу-бу-бу-ба-жа-жа Двигатель живет постоянно в отсечке Но больше он не способен Возможно, он займет второе место по заботе после твоей жены или любовницы Возможно, он просто на нас обиделся и решил стукануть И проблема заключалась в том, что у нас ни у кого из нас Точнее, из моих знакомых, из нашего суперславика Мы никто и ни разу никогда не разбирали первый гоночный И то, что мы увидели дальше, оно нас просто потрясло Нам сказали, что если вы хотите посмотреть, что там снизу Точнее, с шатунами, с вкладышами Можно снять поддон, не снимая мотора Когда Славик снял поддон, потому что у меня не было на это времени У него порвалось одно место Он порезал себе все руки и материл тех людей Которые думали, что это можно сделать на моторе, который стоит на автомобиле В поддоне все гайки мебельные, болты там непонятные Приклеено на герметик какой-то казанский Которым, блядь, подошвы в тапках надо приклеивать Они знают, что с ним можно делать Не знаю, сантехнику на них собирать Они собрали поддон И надо плюнуть в лицо тем людям, которые сказали, что можно снять поддон Просто так, не поднимая мотор В общем, не поднимая двигатель, не дам крачу Можно выдрать поддон И до меня тут тоже кто-то пытался это сделать Оборвали термослоприемник Но сейчас не об этом Мы думали, что... То есть у нас было две версии изначально Что застучало? Голова или низ? Поскольку у этого мотора очень слабое масляное оснащение Да, обеспечение, то есть очень слабенький Масляный насос Обычно стучит он по низу И когда мы нашли вот такой вкладыш, который немножко расплющило Ну, нас это нисколько не расстроило Мы подумали, что можно вкинуть новые вкладыши И все хорошо Но потом мы нашли вот такой Он похож на молодого гордого лебедя Который летит к своей семье Да, первый гоночный на нас очень сильно обиделся И попрощался с нами Но, вскрывая мотор Мы также обнаружили шикарнейший маслонасос Как я понимаю, эта сеточка Она как раз таки убрана от маслозаборника Только для того, чтобы было нулевое сопротивление Чтобы он хопал масло сколько мог Чистейшее Ну и, собственно говоря Мы в своих роликах говорим о том Что, ребята, покупайте контрактные моторы В которых никто не лазит В которых, ну, которые ездят Которые просто сняты с машины В них никто внутрь не лазил И ставьте Дело в том, что Когда наши прекрасные ручки умельцев залазят в такие моторы Происходит полнейший бред То есть, начиная от шкива помпы Вот, я, короче, нашел эту помпу Мало того, что весь мотор был в каком-то казанском герметике Который свисал с соплями везде, где только можно Мы нашли герметик там, где Где Мама не залазила, в общем, туда, где мы герметик нашли А теперь о помпе Значит, смотрите Как сделать четыре ошибки в слове Ёж Вот так Значит, смотрите У нас есть четыре шпильки Прямо самая сложная задача Нужно прикрутить сюда шкив Что вы будете делать? У нас есть прям четыре варианта Значит, смотрите Первый вариант Если Тут стандартно предусмотрены шпильки Первый Болт Болт по маркировке написано Похоже Так Сейчас Значит так Гаечка не слазит Возможно, болт японский На нем написано 7 Черт возьми, я даже не знаю, откуда он Следующий вариант Это гайка обычная На шпильку Которая является стандартной То есть, по сути Это эквивалент Это правильный вариант Вот оно Накручиваем обратно Далее Третий вариант Шпилька С автомобиля ВАЗ С непонятной гайкой Которая, кстати Скорее всего С японского автомобиля И с потянутой резьбой И четвертый вариант Непонятно какая шпилька С непонятно какой гайкой Но отличается От всех остальных То есть Четыре варианта На одной детали Если вы думаете Что Это только минимум Который можно Вот тут найти Вот этого безумия Это неправда Этот автомобиль По-моему Собирался просто С трешем Угаром и садомией. Пойдемте. Итак, дамы и господа, я представляю вашему вниманию самую крутую голову 80-х годов. Это Toyota с Yamaha. То есть, эта штука должна крутиться в нереальные, в огромные обороты по тем временам, выдавать эдаких 160 бобринных, лошадиных и непонятных сутулых собачьих сил и круто ехать. Но, если сюда ручки очень прямых, крутых механиков, которые растут из седалищных холмов, залазят, получается чача. Итак, в чем обосновывается эта чача? Если вы помните наши первые выпуски, где мы собирали Жигули и Вячеслав, точнее, доктор жигулистических наук, вам говорил, что мотор фигня, мотор с точки инженерии уже устарел давно, еще при царе Горохе, но его, ну, чтобы он ездил, он может быть надежным, но если его собирать хотя бы по книжке, то есть протягивать важные элементы по динамическому ключу, динамометрическому ключу, извиняюсь за ошибку, просто сумбур тут полный. В общем, если все, если все протягивать динамометрическим ключом, все будет работать правильно, плоскости будут прилегать, все моменты будут соблюдены. Значит, что мы здесь видим? Как вы понимаете, крышки, постели, клапанов, в общем, те крышки, которыми притягиваются валы, распредвалы, головки, они должны быть, как я понимаю, из особого состава, как минимум, как я понимаю, они черные, это значит, каленые, то есть их не должно вытягивать, они должны хорошо тут все притягивать и смотреть. Но! Мы находим несколько интересных вещей. Во-первых, то, что вот этот болт мебельный, и он явно выбивается из компаний других болтов, и вот этот болт отличается. Если мы их выкрутим, то они будут, что правильно, они будут даже разной длины, и как будто вот не отсюда, а с велосипеда Велтакама, то есть они даже разные. Ну, ладно, нас это нисколечко не расстраивает, ничего не притянуто по моменту, ничего в принципе не притянуто, все откручивалось обычной отверткой, но когда мы выкрутили вот это, то есть здесь мы выкручиваем что? Правильно, нормальный такой болт родной. Сейчас, секундочку, вот, выкручиваем, и можем крышечку снять, потому что у нас здесь мебельный болт, мебельный болт дал огрех и сломался. То есть мы имеем в голове заломыш. Конечно же, нам не составит никакого труда его выкрутить, но тем не менее, посмотрите на качество сборки. Это первый гоночный мотор, мать его, от Тойоты. Это машина, которая была, которая была в принципе очень крутой для тех лет. Понимаете, здесь где-то два вала тут, 24 клапана, 6 горшков, Ямаха голова, а собирали вот так безответственно. Это он прикончил мотор, тут ничего говорить. Он на минералке пытался дубасить, все вкладыши, приклеили, мы сняли, там ничего не затянуто, не затянуто там 50 моменту по книжке, 15-20 не было, все к херам приклеилось, пальцами все откручивается. Имеет смысл восстанавливать все, вопрос денег и выхлопа. Этот блок мы не будем восстанавливать в идеал, мы не будем производить капитальный ремонт, мы ему дадим, так сказать, половинку его жизни, мы восстановим его по масляной системе, немножко восстановим хон на стенках, обновим хон, он не сильно еще выработанный, но уже пошли следы износа, я думаю, это из-за того, что лили в него некачественное масло. Он на минералке пытался дубасить! Немножко оживим головку, не будем восстанавливать все по зазорам, по книге, есть моменты, которые мы упустим, но он еще поездит, не весь свой ресурс, как говорится, миллион километров, а 1050 он пройдет хорошо. Подожди, подожди, я буду разговаривать со вкладышем. У меня ШИЗА, 1ГЖЮАУЕМ, я должен говорить вот так, понимаешь? Основная проблема, что мотор был не протянут равномерно, не потянут по динамометрическому ключу, он был собран не глядя, не обратили внимания на какие-то особые аспекты, то есть после, как нам рассказывали, то есть его перебирали по причине, то что он стуканул, и после того, как он стуканул, его не промеряли. Это видно, видно, потому что не были заменены шатуны, по шатунам, которые вкладыши были целы, были видны следы, то что он стуканул, то есть, ну там, задиры и прочее. Есть места, которые, допустим, как вот этот случай, то есть, кривой шатун был, то есть, одна сторона со стороны пальца огненного пояса потертая блок, а другая сторона в нагаре. Это свидетельствует то, что шатун кривой просто на одну сторону. Это, конечно, не могло привести к тому, что он стуканул, но это показывает обезалаберности и неответственности людей, которые его собирали, и весь мотор был так собран. То есть, не было ни одного элемента, где он был собран более-менее вдумчиво. Играет музыка Дело в том, что ребята, которые посмотрели нашу первую серию с Красноярска, это как раз те ребята, если вы помните по тест-драйвам, это ребята, которые валят на 1Г ЖЕ БИМС на Супершипе, которые валили на 90-тики за 20 тысяч рублей. У них очень много моторов 1Г. И эти ребята занимаются тем, что они продвигают какие-то такие движухи в городе Красноярске. И, кстати, делают сошки, там вообще все очень круто. И они подогнали нам блок. То есть, они позвонили, сразу сказали, мы поняли, в чем проблема, приезжай, борода, забери блок. Огромное им спасибо за это. И, в общем, у нас возникло, то есть, при наличии другого блока в более лучшем состоянии, у нас там возникли некоторые проблемы, потому что с нашим блоком происходила какая-то чача. И у нас, в общем, некоторые моменты не попадают в размер. И сейчас мы уже на пути к восстановлению. Кстати, немножко поговорим о ценах восстановления блока 1Г. мы заказываем запчасти у наших друзей. Блин, приходит, придется, наверное, очень много ссылочек в описании оставить. Мы заказываем запчасти у наших друзей. И я уже заказал задние амортизаторы, которые нам обошлись там в 2 800. Они, кстати, от Toyota целико-супра-старые жесткие, ну, точнее, новые амортизаторы. Об этом мы расскажем про подвеску в следующей серии. Нам, в общем, амортизаторы обошлись всего 2 800. А ремкомплект полностью прокладочек нам обошелся около 3 000 рублей. И нам сегодня позвонили, сказали, бородатый ходил в церковь, потому что пришел в набор прокладок и сломана прокладка под бошку. Фиговая тема, но все равно будем этот вопрос как-то решать. Что касается, я, честно говоря, вот тех вещей, людей, и я, честно говоря, не ожидал от вас просто таких крутых вещей. Со мной в первый же день после выхода в серии проектов связался молодой человек. Не знаю, называть его, не называть. В общем, если он согласится, мы обязательно о нем скажем в следующем ролике. В общем, связался, сказал, у меня есть много запчастей на 71-й, давайте я вам отправлю. Я говорю, давайте что-нибудь, я там дам тебе, не знаю, средства, мерча какого-нибудь, подкину. Такой, не-не-не-не-не, давай, я наклею, мне там что-нибудь еще отправить, я тебе все отправлю. В общем, ребят, смотрите, у нас мы очень все круто расположили, и то, что я говорил в первой серии, оно к нам, в принципе, сюда и приехало. То есть, из далекого города нам сюда приехал остатки сцепления керамического, я еще, мы не идентифицировали на какой мотор, но это уже круто. Также, нам приехали привода, господи, я их искал в городе Красноярске, нашел только в одном месте, они без люфтов, у нас люфты огромные, я когда снимал подвеску Темс, которая ушла в Иркутск одному из человеков, который восстанавливает подобную тачку, я просто порвал, короче, гранаты, потому что проблема у 70-го кузова заключается в том, что когда ты его завышаешь, ставишь на большие пружины, у него просто гранаты идут в расход. То есть, как на вашей любимой старенькой девяточке, если выкрутить руль, много погазовать назад, все сразу в пепел. Также, нам пришел, наконец-то, редуктор от этого молодого человека, я даже не знаю, его надо боготворить, с парой 3,9, у нас стоит пара 3,6, на этой паре на автомобиле ездить невозможно. То есть, при дальнейшем, скорее всего, мы будем внедрять какой-то даже либо мотор в нашу тачку, и нам пригодится этот редуктор, потому что 4,6 пара нереально короткая. То есть, 4,6 хорошо для мотора 1G, на нем можно хорошо ехать, но на 3,9 мы же собираемся куда-то ехать, а на 4,6 на 55-й коробке максимальная скорость на 5-й передаче, ну дай бог, 120 на отсечке. Так что, очень хорошая штука. Также, если вы не помните, у нас были кадры в прошлом нашем ролике, где молодые люди починили задний стоп-сигнал нашего марка с помощью пачки сигарет от Винстона. И нам пришли, конечно, хрупкие, с многочисленными сколами и дефектами, но без пачки Винстона внутри стоп-сигналы. Мы их сейчас распаковывать не будем, потому что, хотя мы тут немножко подраспаковали, потому что это все-таки крутая вещь, я ее буду распаковывать тогда, когда буду устанавливать. Об этом вы увидите у нас в следующих сериях. Также, нам пришло много всякой всячины, типа бархотки в салон, рейлинги и просто много прикольного хромяшек. Дамы и господа, огромное вам спасибо, что вы поддерживаете наш проект. Я, честно говоря, вот я даже не знал, что вот такси это может быть. Огромное вам спасибо. Ну и, конечно, в завершении я бы хотел рассказать вам о том, что нас ждет дальше. Нам не хотелось снимать эту серию только потому, что машина сейчас находится в плачевном состоянии. Потому что мы сняли одну, повалили на ней и в итоге японец первой гоночной сдался, потому что мы крутили, мы хотели от него слишком много. Он нам не мог этого дать. И в следующей серии скорее всего мы уже снимем, как мы запустим мотор и обкатаем его. Не могу ничего однозначно обещать, но все процессы вы увидите на втором канале. Ссылочку я также оставлю в описании, чтобы вы могли знать, видеть. Ну, конечно, основные серии будут выходить на этом. Ну что же, дамы и господа, серия наша подходит к концу. С вами были я, Вячеслав и проект Черностой. До скорой встречи. Ну, типа, что я хотел быть блогером, я хотел снимать на селфи-палку, поэтому мне нужно дать какую-нибудь швабру, чтобы я уперся в оператора и думал, что я снимаю на селфи-палку. Что да? Слышишь, когда я махаю? Да. Обрежь меня! Можно... Можно... Субтитры сделал DimaTorzok